Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии виртуально находятся замечательные гости, политолог Александр Цинкер и замечательный журналист Марк Горин. Марик, добрый день, Саша, рад приветствовать. Привет! Здрасте! Ребята, у нас бурная была в стране политическая неделя, новые партии зарегистрированы. У нас и год был ничего. Да, мэр Тель-Авива у нас решил открыть свою собственную партию под названием «Айсраэлим», то есть израильтяне, многие политические деятели отказались от своей дальнейшей политической карьеры. Извините за эту тавтологию, я имею в виду Ксмена Ашкенази, бывшего начальника генштаба, его же тоже коллегу, бывшего начальника генштаба Ксмена Айзенкота. Виктор Либерман уже готов согласиться на должность министра финансов, а раньше он претендовал, говорил, что из него получится замечательный премьер-министр. Все меняется. По опросам общественного мнения, опубликованы буквально на днях сразу несколько опросов, я начну с этого. Правящая партия Ликут по всем опросам продолжает лидировать, практически она ничего не теряет в связи с той ситуацией, которая сложилась. Я бы так сказал, по отношению к последним опросам, которые были до этого, другие конкуренты потихоньку теряют, новые же партии появляются. Это все естественно. У меня вопрос, Саш, прежде всего к тебе, как к депутату Кнессета, имеющего опыт парламентской деятельности, ну и плюс политолог. То, что не падает Ликут, это странно или это все нормально, это естественно, и Ликут дальше будет набирать? Набирать это отдельный вопрос. Смотри, он немножечко просел, если сравнивать, сколько у него сегодня. После того, как сразу партия Сара появилась. Да, естественно он просел, потому что тем более часть Ликутников перешло Сара вместе в состав новой партии. И на этом он остановился. Более того, я читал интервью с Зеевым Элькиным, и вот спрашивали такой вопрос, как вы думаете, перейдет ли еще ликудовцы к вам в партию «Новая надежда»? Он тогда честно признал, что он не ожидает этого, чтобы еще ликудовцы ушли, потому что есть определенный костяк, который всегда голосует за Ликут, и вряд ли эти голоса уменьшатся. Поэтому я не вижу больших опасений у Ликуда, что количество мандатов у них уменьшится. Проблема у Ликуда другая. Увеличивается количество партий, лидеры которых не хотят сидеть в правительстве Бибина Танягу, лидера Ликуда. И вот здесь, если взять те же опросы, которые ты говоришь, сегодня нежелающих, будем говорить так, уже достаточно для создания коалиции. Вот основная опасность. Но это если вместе с арабами сидеть. Смотри, с одной стороны арабы, с другой стороны Ямина тоже не очень хочет сидеть с Ликуда вместе. Они, кстати, это не заявляют прямо. Они не заявляют, но я слышал интервью, я так не услышал, чтобы они как бы изъявляли такое желание сидеть под руководством Бибина Танягу. То есть, вот опасность сегодня не в потере голосов, они свои 30 мандатов, я думаю, наберут, а в том, смогут ли остальные партии создать коалицию против Натанягу. Марк, тебе у меня вопрос. По поводу новой партии, мэра Тель-Авива прежде всего. Партия называется «Изрельтяне». И тут сразу начали вспоминать политологи, журналисты, что во время выборов, после выборов 1996 года, когда Бибин Танягу впервые был избран премьер-министром, заговорили о том, была такая, можно сказать, почти идиома, говорили о том, что на выборах евреи победили израильтян. А теперь Хульдаи, вот у него партия «Израильтяне», более широкое понятие, чем «евреи». Так вот, скажи, пожалуйста, насколько выход на авансцену вот именно такой партии, партия, я бы сказал, левого, очень левого центра, поменяет картину, нынешнюю картину, и готов ли он будет зайти, если руководителем страны вдруг изберут, по результатам коалиционных переговоров, станет Гидеон Сар, который очень правый, правее на Танягу, и который не стесняется говорить о том, что он дружит с ультра-ортодоксами. Начнем сначала. Я думаю, что название партии «Израильтяне» достаточно претенциозное. Да, я помню, помнишь, наверное, барака, там, «Рошамим Шаваш и Кулям». Ну да. Вот нечто подобное. Если барак это хоть что-то отражало, то здесь, я думаю, в Хульдаи, это вот, так сказать, его, так сказать, память многих лет работы мэра в Тель-Авиве, где он действительно представлял город в целом, в общем-то, надо ему отдать должное. Там были какие-то проблемы с русской улицей, но в целом город он, конечно, представлял. Вот и, видимо, это у него осталось. Конечно, это не понятие «Израильтяне» не отражает ощущение избирателей этой партии. Это первое. Очевидно. И это может даже вызвать некоторое раздражение. Может вызвать такое. Чего это от имени всех говорить? Первое. Второе. Избиратели это соотношение, ну, наверное, как-то изменят. Это какая-то свежая, извините за такое слово, струя. Это какая-то новизна. Понимаете, левый фланг абсолютно разгромлен. Я когда-то имел отношение к этой части пространства. Это, правда, было давно. Но, в общем-то, представляю себе этот реал. Там, в общем-то, а воды, как таковой, нету. Это уже понятно. Смыслом непонятно, то ли есть он, то ли нету. И, в общем, будем говорить откровенно, то, что пытается называть себя левым флангом, оно никому не нужно. Уже очевидно. Каким-то единицам. И Хульдаи, он человек, как руководитель Тель-Авива, он действительно имел какую-то популярность. И его, так сказать, вот этот, который к нему пришел, Ави Дисенкорин, он тоже имеет какой-то свой, так сказать, ретрад, который за ним идет, этот профсоюзный. Это госслужащие. Только имеется в виду госслужащие. Профсоюз госслужащий. Ну, да, у него служащие, да. Ну, в общем, есть, есть. Что-то есть. Ну, это не Израиль, это не то. Вот. Очень интересно то, что с ними не пошел Айзенкорин. Это была бы неплохая троица такая. Он правый, он бы с ними не пошел никак. Что ты говоришь? Он правый, он бы с израильтянами не пошел. Я думаю, он быстрее бы договорился с Саром. Я думаю, что он такой правый. Я думаю, что он просто и пошел. Он дал очень интересное программное интервью «Идиота Хронот». По-моему, это единственный человек, который не пошел причем. Выступил хоть с какой-то программой. Хоть с какой-то. Никакой программы нет ни у кого. Ни у Сара. Ну, Апит примерно известно, что он хочет. А вот новенькие эти. И у Хульдаи тоже самое. Какая у него программа? В общем, Сар публикует на русскоязычных сайтах рекламу теперь. За все хорошее против всего плохого. И программа, прошу прощения за неудачную рифму. Ну, да, это правда. Публикует. Он хочет что-то сказать русской улице. Ну, пока еще я диалога не вижу. Но там какие-то банальные вещи, не более того. Всем известно. Сказать есть, да. Так вот, у тебя был третий вопрос по поводу... В чем был третий вопрос? По поводу вопроса, зайдет ли Хульдаи к Сару. А, зайдет ли Хульдаи к Сару. Я бы сказал так. Это не исключено. В зависимости от того, как Сар поставит вопрос. Если он поставит вопрос, что вот у нас будет вот так вот Харадим. То есть, по сути дела, Ликут ставил Ликут. Второй Ликут только без Биби и без судебных скандалов. Что, в общем-то, лучше, конечно, чем то, что было. Но не меняет картины в целом. Если вот так будет поставлен вопрос, то, может быть, и не зайдет. А если будет поставлен вопрос типа... Ну, приходи, вместе подумаем, как там дальше жить в этой стране, то, может быть, и зайдет. Зависимо от постановки вопроса. И все будет зависеть от того, кто сколько мандатов наберет. И у кого будет сила и громкость голоса. Кто что сможет сказать с высоты набранных мандатов. В том числе, допустим, и у Либермана. Ты вот его упоминал насчет Министерства финансов. Ну, в принципе, да. Последние с Карим показывают пять мандатов. Поэтому, ну, действительно, можно претендовать на место министра финансов с пятью мандатами. Я прошу прощения. Марик, мы тему НДИ сегодня не обсуждаем. Марик, оставляем за скобками ее, абсолютно. Да, просто вчера было восемь, сегодня пять разные. Окей, сегодня вышла новая партия, получилось пять. Окей. Дальше, Саш, я хочу к тебе обратиться. Объявлено, что в Ликуде праймерис не будет перед новыми выборами. В связи с этим было объявлено, опять же, что за премьер-министр сможет забронировать три места. Уже даже называются кандидаты на два, как минимум. Секундочку, почему три? Пять мест. Ну, я читал про три, потом появилась публикация про пять, еще там как бы решают они. Они еще до конца не определились. Я говорю о трех пока. Потому что пять это где-то за 35 местом, там 35, 36, 40, это уже не серьезно. Так вот, я хочу о первых трех. Один в десятке, говорят, уже должен быть мэр города Мадиин. А еще одна кандидат-претендент на место в списке Ликуда. Не называют, правда, какое конкретно место. Это госпожа Орли Леви Абукасис. Депутат Кнеста, которая, да-да-да, Леви Абукасис. Депутат, про которую можно совершенно четко сказать словами Владимира Владимировича Путина, что она не с той социальной устойчивостью, как положено депутатам. Да, скажи, пожалуйста, Бенемин Натаньягу чем-то ей обязан, или вот обязан тем, что она перебежала к нему, когда были проблемы со сбором команды для правительства после прошлых выборов. Только ради этого он ее берет. Она же тоже придаст, бежит к кому-нибудь еще. Окей, не-не. Ну, то, что все понимают, что она может потом опять выйти, в следующую партию пойти, мы, во-первых, не знаем, какой был договор. Вполне возможно, когда она к нему шла, причем шла она из блока АВАДА МЭРЭЦ, то есть левее уже ничего нету. Совершенно верно. И вполне возможно, что был договор. Я прихожу при условии, может быть, это подписано, может быть, нет, что я прихожу при условии, что в следующую каденцию ты мне даешь место в первой десятке. Никто же не знает. Непонятно, что она может принести, кроме своей его полтора миллиона шекелей, которые полагаются ей как бывший депутат Кнессета. Но, мне кажется, она все же талантливая дочка своего отца. Если вы помните Давида Леви, который дослужился даже до министра иностранных дел, и который каждый раз грозился создать свою партию, а в конце концов шел с кем-то и за счет этого получал очень высокие места. Она ничем не отвечает. Но он и создавал свою партию. Была, помнишь, Гешер такая партия. Да, Гешер, Гешер, да, конечно. Да, но практически он никогда не шел от нее. Он всегда потом пытался, чтобы эта партия зашла куда-то, и за счет этого он получает какие-то места. То есть, я думаю, дочка научилась от отца, тем более она чисто внешне намного более привлекательна, чем ее отец. Ну, по крайней мере, для меня. Меня как-то тянет все же больше на жизнь. Мужчина, да. Женщину любили Давида Левида. Смотрите, там мне что... Вот я на что обратил внимание. Партия Ликут каждый раз всегда говорила, что вот мы настоящая партия. У нас праймерис, у нас демократия. У нас нет комиссии, которые создают список, как в НДИ, как в Ешатит и так далее. Сегодня партия Ликут превратилась в авторитарную партию, в которой есть шеф и который выстраивает весь список. Например, в этом же списке, если получится, пятое место займет бывший генеральный директор Министерства здравоохранения, который в свое время, когда он руководил, это был первый карантин, первый вот этап борьбы. Считается, что он довольно-таки, в общем-то, хорошо организовал этот вопрос. Понятно, что в Ликуте сегодня очень много разговоров, которые делаются, как мы в свое советское время, на кухне. Очень много недовольных и самим лидером партии, и недовольны тем, что у него такая возможность вставлять своих людей в список. Об этом говорят между собой, но те, которые хотят остаться в Ликуте, они предпочитают молчать, потому что они понимают, что сегодня это так работает. Неважно, как ты политик какой, главное, насколько ты близок к семье Биби-Натанягу. Сар, спасибо. Марк, тебе у меня вопрос тоже, извини, но тоже о проститутках. Помнишь, был знаменитый анекдот про бордели, когда перестали владельцы получать прибыль, и тогда возник вопрос о том, что нужно не кровати переставлять, а девочек менять. Насколько эта формулировка сегодня применима к нашему Кнесету? Может быть, для того, чтобы в стране был порядок, надо девочек поменять? Ну, я не знаю, у кого ты конкретно имеешь в виду поделочек. Простите, а где их взять, новых? Да, да, вот во-вторых, да, я как раз хотел бы сказать, вот спасибо, Саша, снял с языка, думаю, а где взять других? Но, видимо, все-таки какие-то другие появляются. Будут ли они лучше прежних? Вопрос непростой. Мне кажется, что дело не в кроватях и не в девочках. Это ни то, ни другое, не решение вопроса. А дело, я прошу прощения за двусмысленность, в технологиях. В том, как те, кто будут, старые ли это будут или новые, представляют себе цели и пути их достижения. Это могут быть старые или новые. Бывает, что новые девочки ничего не умеют, старые умеют больше, а бывает, что старые уже ничего не могут. В общем, не важно. Это, может быть, не в этом дело. А действительно, зачем это все? Ну, новых можно научить. Кому они хотят доставить удовольствие, что за это получить, если продолжить этот такой, 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 такой образный ряд. Понимаете, два года страна живет во внутренней политике с одной единственным вопросом. Как отмазать премьер-министра от суда? Под это выстраиваются карантины, под это выстраивается коалиция. Это вот... Ну, ты озвучиваешь политику оппозиционных партий, Марик. Что-что? Ты озвучиваешь политику, то, что транслируют оппозиционные партии. Они все связывают с судом над Натаньягу. Я думаю, что и коронавирус у нас в стране тоже возник, из-за того, что был, должен был суд над Натаньягу состояться. Может быть, может быть, но это отдельная тема, и надо отдельную передать. Ну, разумеется. Твою мысль, я считаю, что ты правильно говоришь, но это надо как бы развивать и анализировать. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, нужны ли нам новые или старые. Вопрос в том, что нужно сделать. Значит, смотрите, в стране два года нет бюджета. Попраны, просто растоптаны основные законы. Когда мы говорили, что нету Конституции, нам объясняли, у нас нету Конституции, но есть основные законы. Нету основных законов. Они попраны сегодняшним коалиционным соглашением полностью. Никто не понимает, чуть больше года не было генерального инспектора полиции. Я прошу прощения за... Мальчик, на твоем качестве жизни это отразилось? Если не считать коронавирусом? Ну, в каком-то смысле, да. То, как боролись с эпидемией, как плохо боролись с эпидемией. Ну, как выяснилось, что мы боролись почти лучше всех в мире с эпидемией. Мы должны быть не лучше всех в мире, мы должны были быть единственным здоровыми. Ни у кого нет такой возможности... Ни у кого в мире сегодня нет возможности быть здоровыми. Ты это прекрасно понимаешь. Нет, почему? Страна полностью закрытая. Можно вполне создать ситуацию, при которой нам бы не завезли инфекцию. Ну, было бы там 3-4 случая. Марик, ну, это утопия. Нет. Потому, как сегодня мир глобально существует, это было нереально. И мы это все видим, как это происходит в других странах. Другие страны нам не указывают. У нас нет сообщений о тех мирах. О, ну да. Да, Марик, заканчивай мысль, пожалуйста. Невозможно. Это не Россия с такими границами, это не автобусное сообщение, как в Европе. Совершенно другие вещи. Поэтому не показать. Короче говоря, я думаю, что это отразилось на всех. Посмотрите на экономику. Мы будем расплачиваться за эти 120 миллиардов долга. Причем расплачиваться будут именно налогоподельщики. Те, кто не работает и не платит зарплату, но требует себе львиную долю бюджета, те давать не будут. Они все равно не работают, налогом не платят, ничего. А давать будет налогоподельщик. И, как говорится, до правду. Поэтому отразилось, конечно, еще отразится. Но из этого надо выбираться. Я надеюсь, у нас будет другой премьер-министр, и будет решен вопрос с вакцинированием. Вопрос вообще-то, Марик, вопрос вакцинирования решен. Мы на первом месте в мире по относительному количеству вакцинированных. Первую пятерку в мире входим по количеству уже вакцинированных. 800 тысяч человек. Кстати, ты прививку сделал? Марик, ты сделал прививку? Я на третий записался. Написал, да. А я уже не видел. Я не хотел под Новый год. Я боялся испортить себе эфир на Эйтон-ТВ. Да, я понимаю. Нет, ничего, все нормально. Поверь мне. Я серьезно. Нет, нет. Ну, мало ли, самочувствие немножко не такое. Поэтому я на третий записался, чтобы не мешать нашей беседе. Значит, нет, нет. Это с вакцинированием действительно будет вопрос решен. Это уже очевидно. И действительно мы там на первом месте впереди планеты всей. Это все понятно. Важно другое. Вот когда будет другой премьер-министр, и вопрос вакцинировали будет решен, то мы, как говорится, как это, тогда считать, мы стали рады товарищей считать. Мы осмотримся, увидим, что нам делать дальше. И вот тогда появятся программы, которых сегодня нет. И избиратель будет голосовать не за то Биби или не Биби, а за то, какие программы ему предложат старые или новые политики. Это мы увидим после сегодняшних выборов. И это, я думаю, что года через два. Это уже будут более осмысленные выборы. Потому что мы голосуем по принципу либо Биби, либо не Биби, либо карантин, либо не карантин. Это два вопроса. Марик, спасибо. А дальше будем смотреть. Будем смотреть. Спасибо. Спасибо. Всего самого доброго. С Новым Годом тебя и, Саша, тебя. С Новым Годом. Спасибо. Всего самого лучшего здоровья. Независимо от принятия. И на них всего управительства. Да, спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова